здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко и в этом видео я расскажу как без риска для вашей жизни для вашего здоровья приготовить семена льна правильно как их правильно принимать чтобы очистить кишечник вылечить запор и геморрой и что мне для этого нужно безусловно мне нужны семена льна мне нужна вода мне нужна емкость которую буду проводить правильное приготовление и начинаю прямо перед вами пригот начну приготовить а дальше расскажу о полезных свойствах об особенностях почему именно так они по-другому чтобы вред от семян льна вам не достался итак чайная ложка семян льна эта порция на один раз поместил семена льна дальше растворитель вода комнатной температуры примерно 25 градусов заливается в емкость принципиально емкость должна быть не полностью заполнена водой если вы видите вот вода не полностью заполняет дальше плотно укупорить и самый сложный процесс нужно периодически взбалтывать что при этом происходит почему семена льна сложное растение в использовании просто семя льна для того чтобы прорасти в следующем сезоне должно себя защитить если вы знаете биологию то с одного семечки всего три новых семени и вот здесь риск вырождение семян на очень простой дикой природе как защитить эти несчастных 3 семени должны себя да очень просто на поверхности во первых находится слизь которую мы сейчас и извлекаем я перед вами ее извлекаю просто взбалтывая емкость с водой и семенами льна эта слизь находится на поверхности семян льна и когда птицы съедают семена льна слизь набухает в воде увеличивается в объеме и семя льна пролетает по кишечнику не поврежденным в этом случае лен слабительный и понятно что происходит таким образом семя сохранила себя на всякий случай примерно также очень экстремальным способом очищают кишечник лошадям принудительно конь не ест семена льна в дикой природе если он разжует семена льна он отравится тем веществом о котором я расскажу чуть позже и вещество очень ядовитое в свое время его использовали для того чтобы устранить людей которые мешали для достижения каких-то целей задач об этом расскажу чуть позже цельная семя льна когда попадает в пищеварительную систему происходит вот эта реакция для того чтобы очистить кишечник но не так экстремально и вылечить запоры геморрой нужно использовать несколько по-иному нельзя чтобы цельные семена льна попадали в ваш организм кишечнике температура выше чем 25 градусов и условия для излечения опасного вещества создаются в этом случае вы попадаете на хроническое отравление семенами льна если мы готовим правильно а именно периодически взбалтывая я уже вижу экстракция идет со временем я покажу что получится специально выбрал емкость темного цвета чтобы какую-то интригу соблюсти но почему именно так как только мы нагреем семена льна с водой и неважно это происходит кишечнике либо вы нагреваете семена льна просто в воде происходит другая реакция кроме слизи вы раствор попадает цианогенный гликозид лини марин его назвали так по причин семен лини лини марин понятно почему что он из себя представляет в холодной воде он слава богу нерастворим по мере согревания воды растворимость увеличивается и чем выше температура тем больше цианогенного гликозид лини марина будет вы настое насколько он вам нужен сложно сказать при повышенной температуре он подвергается гидролизу либо в пищеварительной системе животного либо человека не имеет большого значения вопрос у кого вопрос что произойдет а гидролиз лини марина происходит расщепляется глюкоза принципе продукт питания вроде как неплохо второй компонент не такой простой это ацетон и хроническое отравление ацетоном вы получаете хотите готовить неправильно это говорится ваш выбор советую все-таки готовить правильно все-таки я врач фитотерапевт седьмом поколении преподавал шесть лет на кафере фитотерапии с курсом фармаконозе я меня всем этим тонкостями обучили мы опубликовал более 50 книг и брошюр то есть имею определенный опыт и уровень знаний чтобы советовать вам правильно готовить семена льна для вашего здоровья без риска для вашего здоровья для вашей жизни третий компонент он еще более интересен чем ацетон это синильная кислота при попадании в кровь она находит свой калий у вас корни образуется цианистый калий это то волшебное средство которое многие устраняли своих противников добавляя вы раствор и вы четко знаете качественную реакцию на синильную кислоту человек был здоров вдруг ему стало плохо упал умер аромат миндаля это качественная реакция на наличие синильной кислоты если вы возьмете семена льна который у вас есть разжуете я думаю что вкус миндаля вы тоже ощутите то есть иными словами качественная реакция произойдет он там есть вот здесь цианогенный гликозид есть только на вы семена на семена но не может раствориться в воде самого растворяется только слизь зависимости от температуры зависимости от времени экстракции ну и периодическое взбалтывание нужно для того чтобы шапка слизи которые образуются на семенах на я их механически удаляю слизь отошла подошла новая порция воды процесс экстракции слизи семена продолжается вот в этом случае вы получаете все таки более интересный продукт более интересное лечебное средство которое при попадании в организм будет выполнять определенные функции также как у животных слизь попадая в кишечник увеличивает объем каловых масс и ускоряет движение по кишечнику иными словами очищение кишечника происходит более того слизь продолжает увеличиваться в объеме набухать кишечнике связывая воду с теми токсинами которые могли попасть разными путями в кишечник то ли с продуктами питания которые вы сейчас съели слизь семена частично очистит ваш организм от них то ли от продуктов от той химии которые сели до этого она способна в составе пищеварительных соков выделяться в просвет кишечника а тут слизь семян льна которая их связывает и не метаболизировать в организме нет у человека ферментов которые способны расщепить слизь семян льна она выходит неизмененном виде из вашего организма с теми токсическими веществами которые она встретила на своем пути иными словами вы очищение кишечника точно получаете таким способом еще и частично получаете очищение организма что же запором для того чтобы вылечить запор участие людей нужно просто увеличить объем каловых масс что и делает слизь семян льна иными словами вы ничего не меняете в своем режиме питания рационе все у вас остается по-прежнему ваша задача вечером выпить порцию семян нам вернее настое из семян льна которую вот таким простым способом вы можете приготовить несколько минут несколько десятков минут чем дольше вы будете проводить извлечение слизи семян льна тем больше и будет настое тем более выраженный эффект вы получите иными словами очищение кишечника очищение организма и лечение запора вас уже состоялось что с геморроем а геморрой образуется когда человек вынужден выталкивать либо малый объем кала либо слишком сухой кал из кишечника и это риск особенно для людей в возрасте старше 30 лет пока вы тужитесь жестко нарушается работа сердечно-сосудистой системы если у вас был отраслев сосудов либо склонность к спазму коронарных сосудов очень часто бывает во время дефекации либо острая сердечная недостаточность либо приступ ишемической болезни сердца от которых избавиться очень легко правильно приготовить слизь семян льна и использовать ее нужно тоже правильно для очищения кишечника для профилактики запоров геморроя и острой сердечной недостаточности во время дефекации я советую использовать правильно приготовленную слизь семян льна вечером прямо перед сном иными словами вы уже все съели за этот день что хотели себе позволить и после этого выпиваете вот такую порцию настоя семян льна приготовлены холодным способом а дальше смотрите по результату очищение кишечника и очищение организма автоматически происходит потому как с листьями альна в любом количестве находясь кишечнике будет связывать токсические вещества будет ли вылечен запор от одной порции сложно сказать тут индивидуальный подход нужен и индивидуальный подбор иными словами если после ужина прямо перед сном вы приняли настой семян льна приготовлены холодным способом и не получили утром ожидаемый в полном объеме результат ничего страшного следующий день вы приготовите две порции и принимаете после перед сном и после полдника то есть за час полтора два до ужина и смотрите по результату если вас результат устраивает вы остаетесь на таком количестве принимаете именно там семена льна вернее принимаете настой семян льна именно в таком количестве таким способом если вам не хватает можете добавить третью порцию слизь семян льна не токсична можно принимать любые количества они усиливают работу пищеварительной системы и в этом случае вы получаете и очищение кишечника и очищение организма и лечение запора и можно вылечить геморрой вот таким простым способом все можно получить не дай вам бог греть семена льна как только вы нагреете семена льна вы к этим эффектом получите токсическое действие синильной кислоты на ваш организм это яд общая давитого действия который блокирует окислительное фосфорилирование если вам это ни о чем не говорит это главный путь энергообеспечение ваших клеток вашего организма который работает продукт здоровых лет онкоклетки вы таким способом на колени не поставите рак вы таким способом не вылечите наоборот вы посадите свою иммунную систему и будете способствовать развитию раковых клеток вашем организме если вам такой результат нужен я имею ввиду профилактика они обострение раковых заболеваний готовьте слизь семян льна правильно что у нас получилось не знаю пока вот этот ящик пандоры находится у меня в руках сколько получится слизи мне сложно сказать но буквально за несколько минут думаю что все равно что-то у нас получится и прозрачность раствор как вы видите потерял часть слизи из семян льна вышла но это всего несколько минут если вам нужно больше прилагайте больше усилий причем это самый энергонезатратный способ электричеством тратить не нужно на нагрев более того если вы хотите еще одновременно похудеть то небольшая физическая нагрузка вам не повредит возможно это будет первый шаг в похудении в снижении веса но ни в коем случае не рассчитывайте на то что слизь семян льна поможет вам реально похудеть очистить кишечник поможет если у вас там были какие-то каловые камни пробки слизь семян льна размягчить выведет их за счет этого вес потеряете но это не восстановление обмена веществ для того чтобы восстановить обмен веществ нормальный нормализовать обмен веществ нужно регулировать ваш режим питания рацион питания уровень двигательной активности иными словами совершенно другие средства нужно использовать чтобы реально вылечить ожирение и правильно снизить вес для этого есть моя система ссср наберите в интернете и вы узнаете основные ее особенности ну а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете как какой порции в каком количестве вам использовать семена льна можете поставить лайк на это полезное видео можете сделать репост поделитесь со своими друзьями знакомыми родственниками возможно их тоже есть такая проблема яморой очень часто присутствует у людей запоры также не редкость очищать кишечник очищать организм в современном не самым простом в экологическом плане мире тоже было бы неплохо а правильно приготовленная слизь семена поможет вам и очистить организм и вызвать хроническое отравление синильной кислотой которая присутствует семена льна до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм крепкого здоровья